Ребят, всем большой привет! С вами Юлия. Сегодня будет видео об аптечной косметике. И первое, что я вам хочу показать, это Афлокрем. Совсем недавно он у меня уже мелькал. Это было видео о сухой детской атопичной коже. Если вам интересно, как мы ухаживаем, какие средства мне помогают, то зайдите по ссылке. Ссылка будет в описании видео и посмотрите. Но я замечательно пользуюсь данным средством сама, потому что это просто отличное средство для глубокого увлажнения, сухой, раздраженной, обезвоженной кожи, атопичной кожи и так далее. Если мучает очень сильная сухость, то он вам решит эти вопросы. Он прекрасно увлажняет кожу, напитывает ее, уходит какие-то раздражения, которые свойственны при сухости кожи. И очень важно, что он имеет пролонгированный эффект, то есть кожа надолго будет оставаться упругой и увлажненной. Он актуален как зимой, когда есть отопление, также он актуален летом, в теплое время года, потому что сильная жара, пляж, прямые солнечные лучи, песок. Все это, как вы знаете, не самым лучшим образом сказывается на состоянии кожи. Афлокрем будет очень актуален как крем после загара, потому что кожа начинает шелушиться после загара, именно потому что ей не хватает увлажнения и она таким образом начинает быстро-быстро обновляться. И, кстати, немногие это знают, но основная функция кремов, которые продлевают загар, именно увлажнение, глубокое пролонгированное увлажнение. И в этом случае Афлокрем как раз будет очень актуален, потому что он как раз способен защитить даже очень сухую, очень чувствительную кожу и таким образом кожа будет у вас напитанная, увлажненная и загар с вас не слезет. У крема чистый состав, сбалансированный PH, он абсолютно гипоаллергенен и безопасен, подходит он как взрослым, так и детям, включая детей до одного года. Очень приятная нежирная текстура, он быстро впитывается, не оставляет пленки, не забивает поры. И это не просто крем, это именно дерматологическое средство. Производят его в Хорватии по стандартам Евросоюза. Афлокрем удерживает как жирорастворимые компоненты, так и молекулы воды. Таким образом обеспечивается баланс воды и липидных компонентов. Вы его можете использовать по разным направлениям, как очень хороший увлажняющий крем. Если, например, кожа сухая, обезвоженная, вы его можете использовать как крем для ребенка при атопичной коже. И также вы можете решить вопрос каких-то, вы знаете, пересушенных участков на коже. Вот, например, некоторые мучаются с огрубевшей кожей на локтях. Очень много всего в интернете гуляют, всяких рецептов. Но вот мы тоже пробовали буквально за несколько применений. Афлокрем смягчил, увлажнил, напитал вот даже достаточно проблемную кожу на локтевом суставе. Так что он достаточно универсальный. Еще у меня появился вот такой концентрат для волос от Золотой Шелк. У меня это именно концентрат для волос с аминокислотами, укрепление структуры. Смотрите, таких концентратов они выпускают несколько разновидностей. То есть там есть и с маслами, и по-моему с протеином, точно не помню. У меня именно аминокислоты. Потому что мне понравились обещания производителя, что здесь будет именно укрепление структуры волоса. Реанимирует волосы после многократных окрашиваний, интенсивно увлажняет, восстанавливает, придает блеск и яркость света и так далее. Смотрите, штучка довольно интересная. Выглядит она как сыворотка. Здесь идет такая достаточно большая пипетка. Здесь 100 мл, но я уже пользуюсь пару недель. И я хочу сказать, что расход очень медленный. Использовать это средство можно двумя способами. Первый способ это когда вы в свою разовую порцию шампуня, либо бальзама, либо маски для волос. В общем, в свои обычные уходовые средства для волос добавляйте две таких пипетки. Тщательно перемешивайте и пользуйтесь обычным способом. Я не добавляю шампуни, я добавляю именно в маски и бальзамы. Прям выдавливаю в ладошку, добавляю туда пару пипеток, смешиваю и там на 3-5 минут наношу, как обычно, на волосы после мытья. Мне очень понравился результат, потому что действительно выполняет обещания производителя. Действительно лучше и глубже увлажняет волосы. Аминокислоты, как мы знаем, это такие белки, которые способны проникать в структуру волоса, делать их более эластичными, увлажнять их. Они будут больше блестеть, укреплять. Гораздо лучше заработают даже какие-то очень посредственные маски или бальзамы для волос, которые у вас были, если вы будете вот это добавлять. Второй способ, я его тоже пробовала, это просто брать и наносить как масло для волос, как сыворотку для волос. Ну, в общем, вы знаете, на сухие волосы, либо чуть влажные волосы, уже вымытые, наносить пипетку, растирать в ладошках и распределять по волосам. Такой способ мне понравился гораздо меньше, потому что именно на моих тонких волосах это выглядит как-то не очень. Они немножко утяжеляются, выглядят какими-то слипшимися. И, в общем-то, я не увидела вот того эффекта увлажнения волос. А в масках действительно вот это средство раскрывается. Следующее, что я купила в аптеке, это вот такой вот легкий увлажняющий крем-гель от компании Кора. Я давно знакома с косметикой Кора и раньше ей достаточно часто пользовалась, практически все у них перепробовала. Но последние вот пару лет то ли она мне не попадалась, то ли я как-то пробовала другие средства. Ну, в общем, я очень обрадовалась, когда в аптеке я увидела вот этот легкий увлажняющий крем-гель. Здесь идет защита от фотостарения, то есть это именно дневной крем-гель. Здесь небольшой SPF 15, да, понятно, что это не 30, не 50. Прекрасная легкая текстура, вообще не липкий, не тяжелый. Действительно, на позднюю весну и на лето это замечательно увлажняющее средство, хорошо увлажняет кожу. При этом он легкий, совершенно не тяжелый, вы о нем как бы забываете, не чувствуете его. На лице прекрасная основа для макияжа, у него очень хороший состав. Фолиевая кислота, здесь есть гиалуроновая кислота, бетаин, масло ши, шалфей, боярышник, земляника. В общем, очень хороший, богатый состав. Ценник у данной косметики достаточно приемлемый, поэтому присмотритесь. Как по мне, так это просто замечательный дневной крем на весенний-летний период. Следующая аптечная покупка это камфорное масло. Стоит сущие копейки, то ли 12, то ли 18 рублей. Лично я его купила. Кстати, я это уже упоминала, у меня был ролик именно аптечные средства в борьбе с какими-то проблемами кожи. И там я уже его показывала. Так вот, я им пользуюсь для того, чтобы убрать какие-то пятнышки, либо какие-то покраснения после прыщиков. Вот с этим оно справляется на 100%, хотя у него достаточно широкий спектр действия. Также оно и обеззараживает, и заживляет, и может убрать какие-то мелкие прыщи, выравнивает тон кожи, выравнивает цвет лица. В общем, использую курсами. Я им пользовалась когда-то очень-очень давно. И вот сейчас к нему вернулась. Все новое, хорошо забытое, старое. И напишите мне в комментариях, если вы хотите отдельное видео про камфорное масло. Именно обо всех вариантах и способах, как его можно применять. Тогда я сниму отдельное. В аптеке недавно я купила масло Жожоба. Недавно у меня было отдельное видео про это масло, почему я его очень люблю, почему это одно из самых моих любимых масел. И я стараюсь, чтобы оно практически всегда было у меня дома, стояло у меня в холодильнике или на полочке. Вот сейчас, знаете, я в принципе чуть меньше пользуюсь маслами, чем обычно. Но я его взяла, чтобы делать курсом для кожи вокруг глаз. Да, не каждый день я это делаю. Где-то 2, максимум 3 раза в неделю наношу на влажную кожу. Совсем чуть-чуть, чтобы не вызывало отеков. За час, лучше даже за пару часов до сна это делать, чтобы оно максимально впиталось и будет очень хороший эффект. На лицо я сейчас масла практически не использую. Но вот тем не менее. И также в аптеке я купила эфирное масло розового дерева. У него такой сладковато-древесный цветочный запах, очень приятный. Оно подходит для комбинированной кожи. Его можно использовать также в маске для роста волос. Для волос оно замечательно подходит. Это я больше даже использую либо в маске для лица, либо для арома расчесывания. Просто капаю несколько капель на расческу и расчесываю волосы. Потом еще волосы очень приятно пахнут. В аптеке часто приобретаю соль для ванны. И сейчас, мне кажется, для этого просто отличное время. Потому что сидим на карантине. Есть время побаловать себя, принять ванну, поделать какие-то спа-процедуры, масочки. Обычно я беру соль без ароматизаторов, без красителей. Но в этот раз мне почему-то захотелось именно взять соль с запахами. Я взяла вот такую соль от фитокосметик. Это соль красного моря с экстрактом бурых водорослей. И эфирным маслом лотоса. У нее приятный запах. И здесь действительно на втором месте идет экстракт водорослей. И вот такая вот соль. Спа Байлара. Она идет с пеной. Если кто-то не знал, то соль иногда сразу можно купить уже с пеной. То есть это будет и соль для ванны одновременно. И пена для ванны. Также мне понравилось, что здесь есть экстракт морской водоросли ламинарии. И эта соль уже идет с красителем. Она такого ярко-синего цвета. Ну вернее такого голубого цвета. И она немножко подсвечивает воду в ванной. Она становится такого голубого цвета. Ну захотелось себя побаловать. Так что присмотритесь. В аптеке еще можно купить себе соль и устроить себе такой спа на дому. Кстати, скоро будет ролик спа день или спа вечер. Буду вам показывать подробнее, какие я делаю масочки. Как и что я делаю. Что с чем я смешиваю и так далее. Так что не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Ребят, спасибо вам большое, что вы досмотрели данное видео до конца. Оставляйте свои комментарии. И всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.